Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики! Как вы думаете, что мы только пьем на канале, но мы еще и занимаемся спортом? Митя у нас занимается единоборствами, я занимаюсь хоккеем с мячом и сегодня мы с вами посетим игру на первенство города по ринг-бенде среди ветеранов города Красноярска. То есть там собираются люди, которые когда-то занимались профессиональным спортом по окончании своей профессиональной карьеры, люди собираются в команды и уже здесь между собой происходят, ну как сказать, битвы ветеранов. Хотелось бы для начала вам показать форму хоккеиста, из чего она состоит. И начнем мы, пожалуй, с защитной экипировки, потому что, как вы знаете, в хоккей играют настоящие мужчины. Конечно, это не шайба, где друг друга бьют по морде, блядь, и пиздялят об борты. Но у нас тоже есть в хоккея с мячом своя форма, которую я вам сейчас покажу. Итак, друзья, обзор хоккейной формы. Прежде всего, мы защищаем нашу голову, поэтому у каждого хоккеиста есть шлем. Чтобы не выбили зубы, есть капа. Конечно, капа не как у боксеров, которые одеваются вовнутрь. У нас капа одевается поверх бороды, то есть имеет здесь амортизирующие резинки. То есть в идеале она смотрится вот так. То есть в любом столкновении капа не даст тебе выбить зубы. Это первое. Второе. Защищаем ноги. У каждого хоккеиста есть вот такие вот щитки, которые одеваются на ноги. И защищают от синяков, тоже травм, переломов. Ребята, самая нужная защита для каждого мужчины, это его хозяйство. Поэтому мы одеваем вот такие бандажи, чтобы, извините за выражение, ваши коки приносили вам радость вместе с вашим писюном. Без них, поверьте, ни один спортсмен без этого бандажа на поле не выйдет. Пусть очко вот так вот играет. То есть это самая нужная, необходимая вещь. Защита рук на локотнике. На локотнике одеваются на локти. И фиксируются резинками. Еще одна немаловажная вещь, это защита кистей рук. Потому что, когда ведешь мяч, поклюшки бьют, могут промахнуться. Поэтому мы используем вот такие вот краги для защиты кистей рук от трав. Еще один реквизит защиты, это хоккейные штаны. Внутри штанов находятся тоже вот такие вот пластиковые вставки, которые защищают и копчик, и бока от ударов. Также это при падении впереди, вот это вот тоже здесь все защищено. С боков защищено. То есть штаны, хоть и смотрятся такими, ну, легкими, невинцовыми, но довольно-таки очень хорошо предохраняют от различных трав. Теперь перейдем, ну, как бы к нижней части одежды. То есть вот такой комбинезон, который мы пододеваем, на него уже одеваем всю форму. Он сделан из ХБшной ткани. Ну, он дышит, в нем очень комфортно. Он не сковывает движение. То есть, ну, это самый простой. Сейчас, конечно, в профессиональных командах они используют термобелье. Ну, как бы для нас, любителей термобелье, там всегда жирно. Поэтому мы используем простые ХБшные комбинезоны. Самое главное, это что еще? Гетры, которые одеваются поверх щитков. Майка. Какой у нас номер, Юша? У меня номер 99. Майки у нас двухцветные. И уже сделаны, как бы сказать, очень современно. То есть, если вы видите коричневую майку. Мы на тренировке, да? То легким движением руки она превращается в оранжевую майку. Ну, то есть, это сделано для того, чтобы там много шмоток не было. То есть, вот такое. Ну, зависит. Каждая команда имеет свой цвет. То есть, светлые, темные. Поэтому майка сделана для того, чтобы... Ну, тренируются обычно в коричневых, да? Тренируются обычно вообще в других майках, чтобы упал, не порвал. У меня до тренировки, допустим, есть тоже гетры, которые рваные, не зашитые. То есть, которые не жалко. А для игр уже мы одеваем хорошую корму. Ребята, ну, без коньков. Соответственно, в хоккей не поиграть. То есть... А валенки? А? А валенки? Ну, валенки это уже другой вид спорта. Коньки. Ну, это коньки, как бы, профессиональные. Сейчас уже, наверное... Ну, не наверное, а сейчас уже коньки совершенно другие. Но этим конькам, если не соврать, уже, наверное, лет 15. То есть, когда мы только их получали, поверьте, мы выходили на лед в этих коньках. И, ну, на нас смотрели, как будто мы со Швецией вернулись. Здесь есть маленькая еще такая вещь. У коньков есть лезвие. И перед каждой игрой, то есть, мы смотрим, чтобы лезвие наше было острое. Чтобы оно не имело заусенцев. Ну, и по остроте просто, как бы, мы уже можем просто пальцами, да, посмотреть, пощупать. То есть, мы чувствуем, острое оно или нет. Новички всегда, да и мы в детстве, проверяли вот так вот ногтем. То есть, мы проводили ногтем. И вот так вот снимается стружка с лезвия. То есть, стоит такой характерный звук. То есть, это показывает, что лезвие у нас в идеальном состоянии. Оно вот блестит. Но мы на всякий, не на всякий случай, мы все равно перед каждой игрой, если нам не требуется заточка коньков, мы снимаем заусенцы. Потому что, как мы называем, есть такая резьба, чтобы конек у нас не соскальзывал. Вот такие камушки применяются. Это, ну, обыкновенный кусок, ну, от болгарки, там, от чего-то. То есть, просто берем конек, опираем его и вот такими вот движениями снимаем заусенцы. Все у нас, конек готов к игре. И будем собираться на игру. Ребят, всем привет. Я там разговариваю за камерой, вы не видите. Конюша собрался. Самое главное это. Да, и самое главное, без чего не играя в хоккей, это, конечно, без клюшки. То есть, я играю, еще у меня с хороших времен остались шведские клюшки фирмы Вениксберг. Четвертый номер. То есть, номера идут вообще по изгибу и длине крюка. То есть, чем больше номер, тем положен идет крюк. То есть, ну, эти клюшки сейчас стоят, порядка одна клюшка стоит 7 тысяч рублей. То есть, как бы, удовольствие дорогое, то есть, лишний раз уже никого не емнешь. Потому что клюшка сломается, а потом сядешь на пореблики, охуеешь, что в магазине они продаются. Ну, соответственно, соответственно, мяч, с которым мы играем, это пластиковые мячи. Внутри них пробка. Ну, обычно, как затыкают бутылки. То есть, он жесткий. Этот мячик круглый. На нем нанесены вот такие насечки для лучшего, как сказать, сцепления с клюшкой. Ну, остальное вы увидите на нашей игре. Поэтому, до новых включений. Вот мы приехали к крытому катку. Покажи ребятам. Каток Первомайский. Ребята, вот здесь у нас проходят наши все тренировки, соревнования. Поэтому мы пойдем готовиться на связи. Все, увидим дальше. Смотрим. Ребят, Вадюша переоделся. Можно посмотреть его форму. Готовимся к игре. Выиграем? Ну, надежда есть, что выиграем. Вадюша, это у нас кто? Воротарь? Нет, я не воротарь, я защитник. Моя функция просто встречать, отбирать, а убегать я уже не могу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Хоть мы и проигрываем, но таким людям, как эти, можно проиграть. С каким еще там проигрывать? Мы проиграем 1-3, 1-4 уже. Ну еще 20 минут игры. Ну будем играть, что делать? Я хочу вас познакомить с моим хорошим другом, заслуженным мастером спорта по хоккейсмячом Юрием Алексеевичем Ловкольным. Юрий, как вам вообще все эти игры? Ну вы столько лет прозанимались профессиональным спортом. Сейчас как вам? Нравится это все? То есть хорошая эта затея? Как вы считаете? Ну это не просто хорошая затея, замечательная по нескольким причинам. Самая главная из них это возможность встретиться с ребятами, с которыми я играл 30 лет назад в юношеской детской спортивной школе. В силу причин не смогли вместе продолжать карьеру. С ветеранами, с Виталием Фринко, например, в частных силах. Борисюк, Ваня Максимов. Южевич, например, Владилян. Удивительный друг, с которым мы стали встречаться в силу, опять же, приемных обязательств, только здесь найду. Поэтому это не затея, это прекрасное мероприятие, которое рекомендую не только посещать, а и принимать участие, если будет такая возможность. Спасибо огромное. Рады были с тобой. Я когда был маленький, кто ходил на Енисе, и слышали такое Юра Плюй, когда Юрий подавал у главы, это был 10-й легендарный номер. Вот он маленького мне всегда давал клюшку. Я всегда этим гордился и хвастался во дворе. Ну, спасибо большое. Дорогие друзья, мы сегодня проиграли, ну, проиграли достойным людям. Достойным людям, поэтому большое вам спасибо. Мы будем работать над собой, чтобы в следующей игре победить. Пока.